Приветствую вас, друзья. Главное, оказывается, как показывает мировая практика всех учёных, исследователей и даже школьников, что самое главное – задать себе правильный вопрос. Потому что неординарные решения возникают при задавании себе неординарных вопросов. Поэтому задумайтесь над каким-то таким необычным вопросом. И ваше подсознание в этом вашем внутреннем диалоге, в этом вашем внутреннем редакторе, и насчёт выдавать вам такие ассоциации, такие мысли всего вашего опыта, что ваше внутреннее мироощущение приходит к сознанию. Вы начинаете понимать больше, чем понимали раньше. Вот интересное дело, да? Вот сейчас мы будем делать вебинар, а в среду, в следующую. Он посвящён тому, как развивать изобретательское мышление для выхода из критических ситуаций. И у нас, вот я вам хочу сказать, что человек будущего – это человек, способный со скоростью инстинктивных реакций генерировать неординарные решения в соответствии с возникшей ситуацией, задачами и целями. У нас всегда всё бывает круче, чем во всём интернете. Потому что, ну, судьбой так было угодно, не потому что я сам себя таким сделал. Боже упаси, я же не такой, как говорится, шутник уже до такой степени. Судьбой было угодно мне стать основоположником известного уже в мире метода ключа. Я врач, психолог, писатель, философ и художник. То есть самое важное что? Междисциплинарник. Именно понятно уже многим, что между дисциплинами возникает новое. А человек по природе воспитания – я добрый, искренний, азывчивый. Но даже написал себе вот это, чтобы не перепутать, какие слова говорить, потому что мне так непривычно про себя такие. Ну, ложная скромность здесь не нужна. Поскольку я по природе воспитание доброе, заточенный на оказание помощи, а не только на зарабатывание денег, поэтому всегда даю исключительно интересные, искренние, развернутые ответы на самые волнующие ваши вопросы. И вот поэтому всегда пользуешься теми методиками, идеями, не переписанными откуда-то, откуда-то взятыми, а созданными самим собой, часть которой уже утверждение официально рекомендовано различными министерствами, ведомствами. А синхрогимнастика, например, из моего метода ключа, учебники по физкультуре профессора Матвеева для 10-11 классов. То есть по существованию нашего метода есть будущее. И сейчас мы будем проводить вебинар, который как раз-таки способствует этому. Во-первых, вы научитесь выходить на нулевое состояние, в котором каждое мгновение – вечность. Это же потрясающая вещь, потому что, когда у вас есть много-много времени, вы можете свою какую-то идею, как бы, условно говоря, обстреливать с разных точек зрения и находить лучшие решения. И поэтому это развивает творческое и изобретательское мышление. Этот вебинар специально для этого. Вы удивитесь, насколько у вас много потенциала для того, чтобы просто раскрыть себе этот потенциал подсознательных механизмов к сознанию. И вы удивитесь, как быстро у вас происходит такой эффект, который иногда пишут как просветление. Это удивительно, да. И вы за короткое время научитесь изобретательскому мышлению. Попадая в стрессовые, критические ситуации, даже в чрезвычайные обстоятельства, мозг будет вам подсказывать, генерировать неординарный выход из положения. Это удивительно, это подтверждена практикой, потому что я много занимался, обучал и олимпийских чемпионов, а там бывают критические ситуации, и занимался, ну, короче говоря, и спецназа обучал в свое время, а там бывают критические ситуации. Вот поэтому приглашаю вас на вебинар для развития изобретательского мышления, для выхода из критических ситуаций. Пожалуйста, поэтому на некоторые вопросы, которые я вам сейчас перечислю, вы приготовьте внутри себя ответы. Когда вы в начале своей жизни, в каком возрасте написали первые стихи, или написали первое, какое иное произведение, или картину нарисовали, когда испытали первый страх, и когда впервые почувствовали уверенность в решении вопросов, когда вы почувствовали себя самодостаточным, так сказать, и потеряли ли вы эту возможность. Сами себе это приготовьте, чтобы на вебинаре, когда я буду его проводить, повторяю в следующую среду, объявление еще будет написано. И поэтому, друзья, это будет выдающееся событие для улучшения качества жизни и творческих способностей. До встречи!